здравствуйте дорогие друзья коллеги напишите пожалуйста как меня видно как слышно рада вас приветствовать на вводном технико-экономическом вебинаре собственно замечательным настроением я думаю что это настроение растянется как минимум несмотря на любые преграды препятствия до октября 2016 года потому что в октябре 2016 года дорогие друзья у нас ожидается демонстрация и далее думаю в короткий промежуток времени в тот промежуток времени который обычно происходит сертификация будет произведена уже сертификация технологии skyway и всех составляющих инфраструктуры skyway меня зовут сходов алексей и сегодня мы вам расскажем именно на вводном технико-экономическом вебинаре основы технологии skyway что необходимо знать о технологии почему эта технология захватывает интерес у все большего количества людей и так как данный вебинар ориентирован в первую очередь на новых участников я хотел бы чтобы проголосовали прошли опросник и ответили бы на опрос в первую очередь и я повторяю вебинары в 12 часов и в 19 часов по москве ориентированы именно на новичков потому что если не развитие на самом деле новичков если не бурный интерес к оповещению о существовании проекта новых участников то о тех результатах которые мы на сегодняшний день дамы и господа с вами имеем можно было бы просто и не мечтать потому что проект развивается не побоюсь этого слова с помощью народного финансирования крауд инвестинг кому как нравится и этому собственно способу развития компания и лично анатолий эдуардович юницкий пришел неспроста и это исторически сложилось и как сейчас выясняется это единственно правильный единственно важный момент переломный этап в развитии компании и несмотря на то что это был достаточно рискованный шаг но анатолий эдуардович юницкий его предпринял пошел в банк и сделал абсолютно верно потому что те результаты за полгода допустим по строительству которые мы достигли они не под силу даже некоторым крупным инфраструктурным объектом и давайте пожалуйста проголосуем еще на опросник у нас проголосовало 44 человека всего присутствует в аудитории 111 человек это значит что половина почти не проголосовала я собственно не не могу не имея права отнимать вас время и у нас строго регламентированные вводные технико-экономический вебинар потому что мы должны успеть осветить все основные аспекты на технологии skyway чтобы каждому было понятно и у каждого сложилось понимание поэтому давайте перейдем непосредственно к презентации это возможности которые бывают действительно раз в ту лет эта технология skyway это сеть транснет сеть ближайшего будущего на самом деле нет какого-либо далекого будущего это сеть на самом деле которая нас ждет со своим развитием бурным развитием намного быстрее чем это развивал интернет уже в ближайшие года то есть ближайшие два года вы увидите это во всем мире и собственно сибиряков сергей анатольевич развивает технологию уже более 15 лет это тот человек который донес свое время идею технологии я сегодня расскажу интересную историю которую не знал на самом деле считал по-другому и лебедю александру ивановичу сибирьков сергей анатольевич донес технологию с помощью как раз таки сарафанного радио с помощью от меня к тебе и передать другому информацию то есть о повести о существовании этого проекта и меня зовут сходов алексей моя фраза которую собственно я изменил после полугода участия в проекте участвую в проекте с 2014 года что 99 процентов населения земли нуждаются в технологии skyway искренне нуждаются и она действительно жизненно необходимо раньше когда я входил в проект я считал по-другому что примерно 50 60 максимум 70 процентов нуждаются в данной технологии но абсолютно также как когда-то мы не понимали и не знали каким образом пользоваться смартфоном мобильным телефоном соответственно пятый технологический уклад ворвался совершенно неожиданно наши с вами жизни и сегодня порождениями детищами 5 технологического уклада мы пользуемся на самом деле фактически каждый день это мобильные телефоны это планшеты смартфоны электротехника это телевизоры которые уже стали плоскими не пользуются уже старыми кинескопами это даже средства управления которые позволяют ставить на автопарковку так скажем автомобиль то есть уже даже такие технологии появились и естественно все это основывается на на кремниевых технологиях то есть свойства кремния и в 1969 году дамы и господа собственно был произведен была произведена первая пакетная передача цифровых данных и с этого момента можно сказать что эпоха цифровых технологий эпоха с хай-тек технологий начала свое бурное развитие на сегодняшний день любой человек даже ребенок даже пенсионер абсолютно не может представить свою жизнь без интернет есть определенные конечно участки на нашем земном шаре определенные города в которых нет интернет один из таких городов это норильск например естественно нет интернета где-то в джунглях и так далее но современному человеку современных мегаполисах интернет и быстрое перемещение информации буквально за секунды за минуты совершение действительно жизненно необходимых важных процессов как совершенно нет денежных платежей различные покупки в интернет магазинах различные именно онлайн услуги то есть вплоть до того что жкх мы сейчас можем оплатить онлайн не выходя из дома и несмотря на то что многие процессы сейчас что касается пятого технологического уклада то есть основа кремниевой технологии происходит фактически мгновенно но к сожалению товары грузы пассажиры и сам транспорт перемещается достаточно достаточно медленно и на самом деле самый быстрый способ перемещения именно ввиду пассажирского способа перемещения что касается железнодорожных путей сообщения и так далее что что касается метро в первую очередь метро самое быстрое метро в мире это московское метро скорость его перемещения 30 километров в час на сегодняшний день мы с вами общаемся уже о технологии которая позволит перемещаться как минимум 120 километров в час то есть огромная ценность перемещения быстрого и комфортного и дешевого перемещения заинтересует абсолютно любого человека и заинтересовывает уже уже более трехсот тысяч людей по всему миру заинтересованы в развитии технологий skyway и ожидает с нетерпением демонстрации осенью 2016 года то есть по ей поедут уже первые подвижные составы и skyway это действительно дорогие друзья то недостающие звено в будущей мировой транспортной логистики а сеть транснет это сети ближайшего будущего мировая энергетическая транспортная коммуникационная информационная и даже я бы сказал социальная сеть это та сеть которая изменит жизнь намного серьезнее чем это сделал интернет но все дамы и господа начиналось не пять лет назад не даже десять лет назад все началось еще когда анатолий эдуардович юницкий являясь генеральным гид гениальным еще тогда не генеральным директором за зао струнной технологии но действительно гениальным инженером конструктором изобретателем и более 50 различных авторских изобретений более 70 патентов анатолий эдуардович юницкий вывел и естественно во времена ссср это было со авторства то есть чтобы упаковать патент и соответственно создать изобретение вывести его на рынок необходимо было участвовать со авторстве и анатолий эдуардович юницкий получал лишь малую долю экономического эффекта от патентов и я всем рекомендую прочитать найти в интернете в особенности на личном сайте анатолий эдуардович юницкого монографии в публикации посмотрите книжку которую я начал читать совершенно недавно и был поражен ею так же как я был поражен фильмом в небо на колесе фильм небо на колесе как раз таки говорит о том что анатолий эдуардович юницкий еще восемьдесят восьмом году в апреле восемьдесят восьмого года на международной конференции по проблемам не ракетной индустриализации космоса представил способ каким образом вывести промышленность в открытый космос каким образом достичь максимальную грузоподъемность максимально дешевую грузоподъемность максимальную эффективность по сравнению с обычной ракетой у которой коэффициент полезного действия всего лишь один процент анатолий эдуардович юницкий сравнил ракет ракету этот летательный аппарат с помощью по аналогии с телегой и на самом деле дамы и господа на тот момент естественно мир не был к этому году даже в конце восьмидесятых годов потому что не получил еще свое развитие бурно интернет еще никому не удавалось перепрыгнуть с одного технологический уклад на другой то есть допустим когда у нас не был не было изобретено еще электричество и не стало применяться бурное электричество соответственно не мог появиться интернет потому что электричество еще не было и соответственно вот та технология как от которой анатолий эдуардович юницкий о которой он рассказал на международной конференции белорусской на тот момент в конце восьмидесятых годов естественно мир к этому не был годов и дорогие друзья те кто уже давно в проекте пожалуйста сбросите ссылку на фильм в небо колесе не в небо на колесе чтобы новички смогли удостовериться и посмотреть этот замечательный действительно фильм который свидетельствует о системе которую кстати дамы и господа мы планируем внедрять и планируем внедрять уже после струнного транспорта но естественно от великого к малому понимая безысходность именно проталкивание этой идеи этой идеи на тот момент несмотря на то что все это печаталась журнале техника молодежи и так далее антолий эдуардович юницкий пришел концепции струнного транспорта то есть это абсолютно понятный абсолютно использующие существующие законы физики транспорт транспорт второго уровня который очень сильно заинтересовал губернатор губернатора красноярского края лебедя александра ивановича и я расскажу небольшую историю дамы и господа которая вас вдохновит я ее узнал как раз таки из книжки юницкого небесные дороги которые сейчас читаю и буквально был поглощен ею читая в самолете когда ехал соответственно на экофестиваль который недавно у нас прошел вдумайтесь то что сергей анатольевич сибиряков просто подсел лебедю александр ивановичу понимая что находится в самолете с таким человеком и он не мог ему не рассказать являясь на тот момент начальником крупного департамента о струнной технологии вдумайтесь то насколько нужно быть поглощенным идеей струнного транспорта чтобы умудриться донести достаточно серьезному государственному деятелю который имел огромный вес на тот момент в россии лебедю александр иванович и лебедь александр иванович также был поражен буквально через несколько дней сергея анатольевича анатолий эдуардовича единицкого была на тот момент сломана нога и на самом деле это замечательное совпадение так как действующий тестовый участок с моделью 1 5 на тот момент не успели разобрать так как он анатолий эдуардович была сломана нога и лебедь александр иванович увидел этот действующий образец он был поражен и он задал всего лишь несколько вопросов крайний вопрос был у него возможно ли это к строительству красноярске в таких суровых условиях сергей анатольевич естественно как бы с виртуозностью ответил на все вопросы и буквально через две недели пошли первые транши финансирования и был построен полигон в городе озера московская область и с 2001 по 2009 год соответственно данный технопарк находился в эксплуатации и зил 131 это зил уходящий в небо соответственно получил такое название потому что он действительно поднялся на высоту около 15 метров участок протяженность 125 метров и легкая ажурная конструкция действительно выдержала эту многотонную махину и даже в доказательство этому анатолий эдуардович встал под струнной эстакадой и соответственно анатолий эдуардович действительно как изобретателю конструктору на тот момент аплодировали также был в курсе господин громов это губернатора московской области на тот момент и все даже дошло до презентации президенту 2009 году то есть дмитрию анатольевичу медведеву но дамы и господа время время еще от технологии массового внедрения технологии достижения тех этапов на которые мы сегодня уже с вами вышли вероятно не пришло потому что после презентации президенту после распоряжения дмитрий анатольевич медведев что нужно найти в районе миллиарда на применение данной транспортной системы приехали неизвестные люди разрезали спецтехникой газорезками бензопилами всю эстакаду и вывезли ее в неизвестном направлении и это был дамы и господа тот этап который подтолкнул в первую очередь анатолий эдуардовича юницкого чтобы он соответственно предпринял тот момент который дамы и господа мы с вами все в душе когда-то ждали все мы когда-то желали чтобы стив джобс например постучался к нам в дверь и сказал дорогой друг а не хотел бы ты инвестировать мою технологию я сейчас выхожу на рынок и при этом вы бы знали что технология apple будет капитализироваться с бешеной скоростью хотели бы вы чтобы такое произошло с вами я думаю что каждый абсолютно каждый хотел бы чтобы такое произошло так представьте что вместе стив джобс билл гейтс марк цукерберг илон маска и я могу еще долго перечислять пришли и постучали дверь и все эти люди не заменят потенциал технологии skyway которая развивается с помощью мыслей воплощение реализации в железо в бетон именно конструкции струнной технологии эстакад подвижного состава лично анатолий дар очень низким это тот потенциал который действительно его не было на мой взгляд еще в мире и я не говорю про потенциал на общепланетарной транспортной системы который вот в конце 80-х годов анатолий дар дар джи юницкий представлял мы в этот момент говорим про струнный транспорт то есть городской пассажирский транспорт грузовой транспорт высокоскоростной транспорт легкий прогулочный транспорт которые на самом деле появятся уже в ближайшие года повторяя осенью 2016 года будет произведена демонстрация спортивно-экскурсионного легкого прогулочного транспорта типа юнибайк и городского пассажирского транспорта типа юнибус на демонстрационном тестовом участке мы на его называем эко технопарк и почему эко потому что экологии уделено огромное значение и на самом деле даже фитнес-энергию вы сможете вырабатывать запитывать с помощью если вы желаете можете покрутить педали подергать рычаги и соответственно часть энергии пойдет на запитку аккумулятора это что касается одноместного юнибайка они также будут двух трех местные и дамы и господа почему эко технопарк почему экологический технопарк спросите вы на самом деле и это пользуется огромной популярностью многие из активистов из тех кто присоединился к проекту на самых ранних стадиях развития 2013 году 2014 году соответственно сейчас приобретает возможность посадить дерево это действительно честь что касается меня у нас одно на двоих так скажем дерево сергей анатольевичем сибиряковым то есть такое символичное дерево и зачем нужен сад в технопарке за тем что данная технология не причиняет никакой вред экологичности того или нового региона плоды можно будет принимать в пищу соответственно можно будет использовать сельскохозяйственные угодья под трассами которые будут пролегать над ними то есть струнные дороги на высоте 5 10 15 метров это огромная заслуга данной технологии потому что на самом деле дамы и господа через два-три поколения точка невозврата может быть пройден пройдена и соответственно у нашей планеты огромные раны которые не нужно еще больше усугублять с помощью запуска ракет вы все прекрасно понимаете какой вред и если с байконура допустим запускается ракеты то в этом регионе частенько антолий едуардович наблюдал когда был еще так скажем юным молодым различное количество причем не зависит от погоды того засуха или не засуха кислотных дождей вследствие именно запуска ракеты и понтолий едуардович поставил миссии создания транспорта экологичного дешевого комфортного безопасного перемещения чтобы он также был долговечным то есть струнная эстакада будет держаться действительно она будет построена на века то есть срок службы по аналогии с вантовыми мостами это примерно 100 лет и ту нагрузку которая может испытывать путевая структура то есть это естественно вес самих подвижных составов и даже если произойдет не дай бог взрыв то есть это угроза террористическим актом и так далее максимум что произойдет струна просто провиснет то есть не произойдет полной остановки движения и если даже допустим будет поврежден один подвижной состав он будет поврежден один потому что соответственно это не жесткая сцепка это электронная сцепка друг за другом на расстоянии перемещаются подвижные составы они управляются автоматически и более того есть система умного оповещения умного зрения машинного зрения чего нет на сегодняшний день ни одного транспорта мира и дамы и господа очень важная вещь которую нужно понимать которую нужно слышать и услышать и передавать действительно каждому я даже вот новичкам также буду говорить передавать действительно каждому потому что меня поразила эта история когда сибиряков сергей анатольевич не зная лебедя александра ивановича просто подсел к нему в самолете и я вспомнил так скажем десятки раз когда я лично летел самолете и естественно когда я возвращался в этот раз с эко технопарка я приведу вам простой пример как можно развивать этот проект и как этот проект и развивается на самом деле и более трехсот тысяч людей уже по всему миру об этом знают я увидел элементарно что человек читал электронную книгу смартфоне калашникова и кстати с калашниковым есть примерно два интервью сергея анатольевичем сибиряковым и естественно как бы как говорится главное заговорите skyway и чтобы вы думали два часа мы просидели в кафе я ему рассказывал о skyway естественно он записал контакты я не удивлюсь что на ближайшие вебинары для новичков он обязательно придет то есть это на самом деле благо в первую очередь для вас что вы несете такую действительно мощную энергию мощный заряд продвижение данной технологии которая спасет и мировую экономику спасет и экологию и у которой коэффициент аэродинамического сопротивления значительно лучше я не буду приводить сложные технические аргументы сравнение это у нас водной техникой экономический вебинар но которые более серьезнее чем у современных спортивных болидов так скажем автомобилей и вообще коэффициент аэродинамического сопротивления высокоскоростного подвижного состава который будет перемещаться 500 600 километров в час я могу сказать дамы и господа это будет серьезнее чем у современной авиации и более того я могу привести такой вот абсолютно логически выверенное сравнение что это средне долгосрочной степени заменит абсолютно среднемагистральную авиацию и соответственно высокая динамичность подвижного состава даже когда вы автомобиль допустим он будет помещен на высоту 5 10 15 метров над землей аэродинамика сразу увеличивается два раза многие не понимают что такое аэродинамика я приведу другой пример и это ценности я думаю понятно в первую очередь водителям в первую очередь владельцам свои своего бизнеса с перевозками и так далее это значительная экономия топлива и естественно материала при строительстве потому что на струнную легкую ажурную стакаду нужно гораздо меньше бетона арматур и так далее стали чем на существующие железные дороги автобаны и так далее если говорить про стоимость дамы и господа то современные железные дороги стоят соответственно 5 6 и 10 миллионов долларов за километр современные автобаны строя стоят соответственно 10 11 миллионов долларов за километр высокоскоростные трассы что у нас распространено Пекин, Тайвань, Япония, Китай, естественно, если я заговорил про Пекин, и, соответственно, это уже 50-60 миллионов долларов за километр. Огромная ценность, которую понимают на сегодняшний день все правители всех государств, и они будут присутствовать на демонстрации в октябре 2016 года, они понимают ценность, то, что струнная дорога, она более экономичная, более безопасная, более комфортная и, самое главное, более дешевая. То есть это от 500 тысяч долларов вообще за километр, что касается легкого прогулочного транспорта, и максимум до 5 миллионов долларов за километр, естественно, зависит от типа рельефа местности, уже за высокоскоростную трассу. Вдумайтесь в эти цифры, такого просто не видывал еще рынок транспортной индустрии. И самое примечательное, что струну можно будет протягивать, опоры можно будет устанавливать на любом типе рельефа местности, и не исключение в озерах, на самом деле одна из опор, вот на первом полигоне в 2001 году, одна из опор была вынесена за ограждение полигона и установлена была в болоте. Более того, я могу привести такой пример, сравнение. Многие спрашивали, каким образом струна вообще испытывает наледи и так далее, то есть будет ли мешать это передвижение подвижных составов. На самом деле ответ, дамы и господа, очень просто. Опять же, в озерах 10-15 сантиметров на струне, на путевой структуре, на рельсе, специально намораживали, специально намораживали вот этот слой наледи. И стальное колесо при перемещении сталь по стали просто-напросто разрубило легко и просто данную, такую, так скажем, ледяную конструкцию. И многие спрашивают, почему называется струна, почему струнная дорога, почему струнный транспорт? Ответ кроется в самой технологии. Тут не обойдется без таких вот технологических моментов, но я постараюсь рассказать максимально просто. Струнный рельс это предварительно напряженная, растянутая и закрепленная на концах анкерной опоры конструкция. То есть в данном случае, что касается вот сегодняшнего строительства, это, и кстати, вот уже совершенно не так, я специально показываю эту картинку, чтобы те люди, которые уже были заинтересованы в развитии и хотя бы заинтересованы просто послушать еще информацию о проекте Skyway, увидят, насколько преобразовался вид анкерной опоры. Она выглядит уже совершенно не так. То есть это месяц или полтора месяца назад, если я не ошибаюсь, сейчас она фактически достроена. И анкерная опора принимает на себя нагрузку, вот именно этот механизм, элемент анкерения, от путевой структуры на огромное количество, так скажем, тонн, если быть точным, это 900 тонн. Но не будем засорять, так скажем, внимание новичков именно техническими терминами. Соответственно, струна состоит из множества проволок. Что касается озер, там были арматурины, примерно по арматурной проволоке, примерно по 15 миллиметров. И, соответственно, выдерживали они усилие 450 тонн. И что касается сегодняшнего поколения, то это стальные проволоки, растянутые. Соответственно, далее они укрепляются специальными такими креплениями, элементами крепления. Далее идет омоноличивание бетоном, причем это специальная марка бетона, которая недавно была создана специально для цели SkyWay, строительства многокилометровых трасс. Бетон прокачивается, омоноличивается. Далее, соответственно, вы видите на картинке головку рельсы. Головка рельсы также, она инновационная, она с двумя ребордами и повторяет форму стального колеса. И, дамы и господа, это позволяет действительно с максимальным эффектом, с максимальным коэффициентом полезного действия перемещаться. Но, как я уже и говорил, на самом деле, дамы и господа, грош сына была бы моим высказыванием, изречением и так далее, если бы не началось строительство. И я уже немножко другую картинку поставлю, то есть чуть-чуть попозже, но это не сегодняшние дни. Это, соответственно, то, что было уже построено несколько месяцев назад. Это то, на данном этапе я мог сказать на тот момент, что было установлено 18 промежуточных опор, начато строительство второго этажа транспортно-логистического узла, который совмещен с концевой анкерной опорой. И, соответственно, на верхнем этаже будет выезжать высокоскоростной подвижной состав, на нижнем этаже, соответственно, будет уже выезжать городской пассажирский транспорт. И так выглядит схема эко-технопарка, то есть это то, что будет в принципе представлено. Здесь не показана схема прогулочного транспорта. Концепция принята буквально в прошлом году. И на самом деле, дамы и господа, это тоже очень важный момент, потому что стратегия развития компании постоянно совершенствуется. И на территории технопарка будут везде посажены различные деревья, различные плодоносящие деревья, потому что никто не боится, что как-то здоровью человека помешает путевая структура, эффект нарушения экологичности от SkyWay. То есть SkyWay абсолютно дружественно человеку, и это не зависит абсолютно от типа рельефа местности и так далее. Самая главная ценность, дамы и господа, то, что сегодня, здесь и сейчас мы имеем возможность инвестировать в данный проект, это возможность, я не знаю до какого промежутка времени, до какого этапа она будет. Возможно, она будет закрыта уже до конца 2016 года, возможно, чуть-чуть попозже, возможно, еще раньше, но это реальная возможность обеспечить свое будущее уже сегодня здесь, в настоящем. Это то, что не будет у ваших детей, то, чего не было у ваших родителей. И многие ведущие эксперты в своей отрасли о SkyWay говорят следующее. Заменитая фраза Александра Ивановича Лебедя, что струнным дорогам в России быть. И более того, он в свое время рассказывал о струнных дорогах даже Владимиру Владимировичу Путину. Я думаю, придет время, настанет тот час и недолго тот час, я бы сказал, потому что 11 февраля 2016 года, соответственно, экспертным советом при Министерстве транспорта Российской Федерации технология SkyWay была признана инновационной, а 25 марта на одном из заседаний рабочей группы Министерства транспорта Российской Федерации технология SkyWay уже была признана перспективной. Я не говорю уже про MBM, то есть это независимую консалтинговую, именно по серьезным инфраструктурным транспортным, и не только решением компанию, которая признала технологию перспективной к внедрению к Австралии. Я не говорю про Рода Хука, это экс-министра транспорта и инфраструктуры Южной Австралии, который присоединился в качестве обычного инвестора к нашему проекту и сейчас инициируется в Австралии. И об этом Виктор Бабурин, директор по развитию международной группы компании SkyWay, более подробно рассказал на втором дне конференции нашего эко-фестиваля, что управляющая компания в полной мере работает и что уже в ближайшее время начнет реализовываться проект Юнибуса, то есть городской пассажирский транспорт, между двумя кампусами Австралийского университета. Ну и, соответственно, это все продемонстрирует австралийцам перспективность технологии. Одна из причин, потому что более понятна юридически, финансовая инвестиция в проект австралийский австралийцам, и, соответственно, далее будет развиваться уже огромное количество, я думаю, не менее 10 проектов по грузовому направлению, по перевозкам различных полезных ископаемых и освоению трудно осваиваемых на сегодняшний день месторождений с совокупным экономическим эффектом десятки миллиардов долларов. И я сказал только про Австралию, дамы и господа. Я думаю, что это действительно замечательные аргументы бежать, рассказывать о возможности о существовании Skyway всем окружающим людям. У нас достаточное количество уже активистов, но мы всегда рады, дамы и господа, увидеть прибавку в нашем семействе активистов Skyway и просто наблюдающих за проектом, потому что, я говорил, цифру 300 тысяч человек, но, скорее всего, за эту неделю еще несколько тысяч прибавится, потому что это уже все растет в геометрической прогрессии и никак это невозможно остановить. Абсолютно так же, дамы и господа, как невозможно было остановить развитие технологических укладов. И чтобы вы вкратце понимали, я могу сказать, что то, что ознаменовало появление первых фабрик и заводов в Англии и далее, соответственно, по технологическому развитию, это теория, которую Сергей Анатольевич вывел и дополнил уже вслед за теорией укладов Сергея Юрьевича Глазьева, это академик Российской академии наук, советник Владимир Владимирович Путина по вопросам евразийской интеграции на сегодняшний день, то, что шестым технологическим укладом будет, соответственно, не только нанотехнология, нанофотоника, генная инженерия, но и также это эпоха транснет, эпоха сети энергетической, коммуникационной, естественно, транспортной, естественно, информационной и даже социальной, потому что в путевую структуру зашиты силовые кабели, то есть электричество будет протекать по путевой структуре и появится в тех регионах, в которых на сегодняшний день вообще цивилизация нога человека не ступила именно в плане такого широкомасштабного развития. Оптоволоконные сети также будут иметь место быть, и все необходимые радиочастотные, мобильные сигналы также будут присутствовать в путевой структуре по технологии SkyWay. И то, что не описывал ни один еще ученый, дамы и господа, это уже как бы проработка вследствие мозгового штурма и фактически каждый день, не по часу, именно в свободное от занятий проектом SkyWay, именно вследствие развития институционного фонда, вследствие выстраивания какой-то первичной стратегии по развитию регионов и так далее. Мы постоянно штурмуем мозгом, так скажем, и шестой технологический уклад, естественно, это AeroTransnet, седьмой технологический уклад, это уже будет строительство геостационарной транспортной системы, не геостационарной, неправильно даже, потому что Анатолий Эдуардович Веницкий исправил, и не на геостационарной орбите будет находиться на самом деле ОСТУ, это будет находиться на высоте 300-400 километров, и, соответственно, дамы и господа, я лично, мне было очень интересно, задал вопрос Анатолию Эдуардовичу Веницкого, через сколько лет он видит развитие, и через сколько лет наша планета получит данный мощный инструмент, и я думаю, что на одном из вебинаров мы именно технические характеристики, преимущества, те огромные возможности, которые даст человечеству данная общепланетарная транспортная система, обязательно рассмотрим. Анатолий Эдуардович сказал, что через 20 лет, скорее всего, эта система появится. И, повторяю, вы можете более подробно это все узнать, уточнить в фильме «В небо на колесе». Есть также монография струнной системы Анатолия Эдуардовича Веницкого в космосе и на Земле. И, дамы и господа, на мой взгляд, это кому-то кажется фантастикой, но то, что струнным дорогам быть уже в самом ближайшем будущем, и то, что в октябре 2016 года будут продемонстрированы трассы городского пассажирского транспорта и трассы прогулочного транспорта «Юнибайк» и «Юнибус», этому действительно, дорогие друзья, быть. И, повторяю, что это действительно супер-возможность, которой может не быть, рассказать максимум количеству людей, выстроить свою инвест-проводящую систему, которая уже будет вам приносить достаточно неплохую прибыль и достаточно неплохую прибыль в будущем. Дивиденды теоретически, потенциально, возможно, в ближайшей перспективе, я всегда буду эти слова повторять, будут приносить так, как... Буду повторять так, как проект у нас венчурный, произойти может все, что угодно, но кто бы что ни говорил, проект развивается, проект встает на ноги, уже фактически мы заканчиваем строительство второго этажа анкерной опоры, скоро будет начато строительство, но об этом, дамы и господа, уже на расширенном технико-экономическом вебинаре мы прощаемся с новичками, с тех, кого не заинтересовал вдруг проект. Обязательно, как бы, запомните фразу, что вы вспомните об этом проекте, когда юнилёт пронесётся над вашей головой, либо придётся передавать, оплачивать проезд при пользовании данного транспорта вначале, это может быть за границей, потом это появится обязательно и в России. Мы искренне надеемся, что это появится не раньше, чем в других странах в России, потому что это действительно международный экономический ковчег, и поэтому более 300 тысяч людей по всему миру объединены одним слоганом, что мы объединяем мир, объединять мир – это наша работа, и строй SkyWay, спасай планету, дай дорогу в мир Транснету. Благодарю, друзья, до скорой встречи буквально через 15 минут на расширенном технико-экономическом вебинаре, на котором мы, соответственно, уже рассмотрим новости, я максимально постараюсь передать свою радость и свой заряд эмоций после посещения эко-фестиваля и смотивирую, надеюсь, вас уже сегодня планировать свою поездку на осень 2016 года, на которой будут и представители правительств, и администрации различных городов и стран по всему миру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин